20 сентября 2019 года. День, когда человечество наконец узнает, что скрывает от общественности правительство США. И тысячелетия межгалактического одиночества подойдут к концу. Мы найдем ответ на самый большой вопрос, когда-либо задаваемый наукой. Одиноки ли мы во Вселенной? В течение десятилетия, быть может даже и больше, пришельцы тайно сотрудничали с правительством США. Пересекая огромные пустые межзвездные пространства при помощи своих внеземных технологий, они наконец оказывались на нашей прекрасной планете, чтобы мучить коров, показываться нам в виде всевозможных размытых пятен на видео, проводить эксперименты над людьми, причем иногда в самых неудобных местах. Звучит как начало какой-то программы на РЕН-ТВ. Но что если я вам скажу, что истина где-то рядом? И быть может все не так уж и просто? Хотите узнать больше? Тогда смотрите это видео, ведь с вами Хаббл и мы начинаем. Хаббл, подпишись! Сегодня мы рассмотрим явление, пронесшееся по всему интернету, масштабный план атаки на Зону 51 и раскрытие ее инопланетных секретов. А также обратимся к другу и бывшему эксперту по военной безопасности США, который расскажет, почему штурм Зоны 51 – это ужасная идея. Все началось 27 июня, когда общественности было предоставлено публичное Facebook-мероприятие, организованное тремя различными аккаунтами под названием «Штурм Зоны 51». Они не могут остановить всех нас. Впоследствии Мэти Робертс заявил, что это событие было начато в шутку, но шутка очень быстро завоевала популярность и стала глобальной. К мероприятию присоединились 1,7 миллиона участников и еще 1,3 миллиона человек заинтересовалось. Официальная дата назначена на 20 сентября 2019 года с 3 до 6 часов утра. Хотя Робертс выступал с объяснением, что это была всего лишь шутка, он сделал это только после того, когда событие стремительно взлетело в популярности и из-за страха, что должно что-то действительно произойти. И, конечно, правительство США будет разыскивать его как инициатора. Он хотел публично заявить, что это событие было всего лишь приколом, юмором, и он никоим образом серьезно не относился к штурму «Зоны 51». Был ли он серьезен или нет, похоже, не имеет значения, поскольку 20 сентября наступило, а вместе с ним и событие, которое набрало популярность во всем мире. В то время как большинство людей подписалось на все это мероприятие в виде какой-то шутки, существуют все-таки некоторые индивидуумы, которые по-настоящему полагают, что правительство они что-то скрывают. Ох уж эти любители заговоров. Объединяющий призыв «Они не могут остановить всех нас» заставил многих людей слишком уж основательно отнестись к этому событию. И ВВС США было вынуждено разослать сообщение, посвященное онлайн-шутке, предупреждающее, что любые попытки нелегального доступа в этот район крайне не рекомендуется. Так может ли достаточное количество людей нарушить оборону секретной базы? И что произойдет, если они это сделают? Да и вообще, почему такая шумиха над зоной 51? Зона 51 находится в отдаленном уголке учебно-тренировочного полигона, который расположен в штате Невада возле озера Грум. Именно там, на большом куске пустыни, американские пилоты оттачивают свое мастерство, сбрасывая различные учебные и не только снаряды на наземные мишени. Она была настолько далека, что быстро стала главным пунктом назначения для разработки новых и современных самолетов для ЦРУ и ВВС США. Например, там был разработан печально известный шпионский самолет Ю-2 — технологическое чудо своего времени, который взлетел настолько высоко, что это было недосягаемо для советских истребителей и ракет в течение многих лет. На этом объекте также находились Канкворкс — это группа инженеров, которые разработали некоторые из самых совершенных в мире воздушных самолетов, на основе которых были созданы самолеты типа SR-71 и F-117. Любую другую информацию, включая то, функционирует ли здесь легендарное подразделение Канкворкс, до сих пор трудно проверить, так как весь объект остается тайной высокой секретности, а правительство США практически не признает его присутствия. Спутниковые снимки этого места показывают, что в действительности было построено несколько зданий и линий полета. И что очень странно, хорошо наблюдается сама линия полета, которая достаточно длинная, чтобы посадить даже самый большой самолет, разработанный где-либо в мире. Другие утверждают, что на некоторых спутниковых снимках видно, что линии полета ведут к подземным бункерам, хотя достоверность этих утверждений в лучшем случае сомнительна. Если инопланетная жизнь когда-либо посещала планету Земля и правительство Соединенных Штатов фактически присвоило некоторые из инопланетных технологий или сотрудничало с пришельцами, очевидно, что зона 51 была бы идеальным местом для такой деятельности. Ведь всем известно, что этот участок отдален и труднодоступен, находится за много миль от любой дороги и за ним трудно следить за находящихся рядом гор. Но если бы вы могли проникнуть туда, если бы сделали это, то что бы произошло? Наш эксперт немедленно предупреждает нас, что любая попытка проникнуть в ограниченный военный объект имеет серьезные последствия. Это не теория, это реальная жизнь. Попытки проникнуть в запретную зону могут привести к серьезному тюремному заключению, огромным штрафам и более тяжелым последствиям. Посягательство на ограниченный военный объект может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет в федеральной тюрьме и часто сопровождается штрафом в десятки тысяч долларов, которые вы будете обязаны заплатить до или после тюремного заключения. Конечно, учитывая то, что часто берутся во внимание обстоятельства вашего нарушения, наш эксперт говорит следующее. Если станет ясно, что вы проникли на объект по неосторожности, вас, скорее всего, просто задержат, обыщут, подвергнут допросу, а затем вывезут за пределы объекта, и вы будете свободны. Однако, если ваше посягательство было целенаправленным, вас могут наказать по всей строгости закона, особенно если покажется, что ваше нарушение было злонамеренным, поскольку вы активно пытались выкрасть правительственные материалы или секреты. Тем не менее, различные закрытые зоны имеют разный уровень секретности, а некоторые места, называемые объектами черного мира, настолько засекречены, что ваши нарушения в ходе судебного разбирательства будут храниться в строжайшем секрете, и никакие подробности вашего суда не станут достоянием общественности. Нет, это не будет каким-то странным судом в полумраке, где вас обязательно приговорят к жизни по ту сторону Луны. Все окажется гораздо прозаичнее, скорее всего, вашего адвоката и всех свидетелей вместе с вами, конечно, заставят подписать определенное соглашение о конфиденциальности разглашаемой информации с очень жесткими штрафами в случае их нарушения. Все это, конечно, будет, если вас арестовали. Ну а если что-то пойдет не так, то наш эксперт сообщает, что есть еще один вариант борьбы с нарушителями — просто застрелить их. Нет, это не Советская Россия, где вас могут застрелить только за то, что вы прыгнули через забор на военную базу. Но наш информатор предупреждает, что вокруг ограниченных объектов есть концентрические кольца безопасности. Если вы проникаете достаточно глубоко через эти кольца, то в конечном итоге попадаете в одно из них, где разрешено убивать без каких-либо вопросов. Конечно, эти области всегда очень четко обозначены соответствующими знаками, поэтому исключен вариант того, что вы заберете в такое место и вас могут застрелить только за то, что вы там без разрешения. Таким образом, вам придется сделать осознанный выбор, чтобы продолжить движение вперед, несмотря на риски. Причина, по которой существуют такие жесткие меры, проста. Некоторые секреты настолько важны для национальной безопасности, что правительство не может рисковать тем, что они были бы обнаружены иностранными властями. Возьмем Манхэттенский проект. Если бы немцы узнали о том, как создавать работающее ядерное оружие, весь ход войны мог бы пойти совершенно другим путем. Если вам удастся проникнуть во внешние слои безопасности и добраться до так называемых областей, сначала стреляем, потом задаем вопросы. Это означает, что вы находитесь там с заданием, и, вероятно, пытаетесь нанести большой ущерб Соединенным Штатам. Так что же все-таки произойдет, если вдруг мы решим присоединиться к этим почти 2 миллионам людей, которые так стремятся в зону 51? Увидим ли мы этих пресловутых пришельцев? Или все, что нам остается, это хорошо позагорать под палящим солнцем пустыни? Сначала, как сообщает наш эксперт, вы столкнетесь с табличкой, предупреждающей вас о том, что вы входите в зону ограниченного доступа, как правило, предупреждающей вас о штрафах за это. Большинство секретных правительственных учреждений не находятся за огромными заборами, поскольку это было бы слишком очевидно, а скорее располагаются на сильно отдаленных и крупных участках пустой земли, чтобы не допустить приближения кого-либо слишком близко. В этом, на первый взгляд, пустом ландшафте патрули безопасности рассредоточены в первых двух внешних кольцах безопасности. И даже если вы их не увидите, скорее всего, они увидят вас. Сотрудники службы безопасности вооружены мощными наглядными пособиями, приборами ночного видения, тепловизорами, а их датчики нацелены на нарушители и скрыты под землей. Датчики давления, скрытые под дорогами на подходе к объекту и сейсмические датчики по всему внешнему периметру, дают операторам сигнализации полную текущую осведомленность о милях пустого ландшафта, окружающего секретное сооружение. И, как правило, множество скрытых мощных камер позволяют им шпионить за любой частью всего периметра. Если нарушители обнаружены, то им, как правило, позволяют ходить по первому внешнему периметру безопасности, не будучи перехваченными. Так случается потому, что такие зоны настолько крупные и отдаленные, что люди все время случайно заходят и выходят из них, а сотрудники службы безопасности на объекте предпочитают, чтобы вы никогда даже не узнали, что случайно попали в то место, в котором вы не должны находиться. Все время, пока вы находитесь в первом кольце безопасности, вас будут тщательно контролировать издалека, иногда даже по воздуху, через дронов, и, скорее всего, вы тоже не будете подозревать, что за вами следят. Однако, если вы продолжите идти вперед, то достигните второго внешнего кольца безопасности. Гораздо меньшего первого наружного кольца, это второе кольцо, постоянно патрулируется сотрудниками службы безопасности пешком или в транспортных средствах, и проникновение в него приведет к немедленной отправке патруля безопасности, чтобы вас задержать. Наш эксперт говорит, что вы, вероятно, не пройдете слишком далеко через это второе кольцо безопасности, поскольку за вами будут тщательно наблюдать все это время. Патруль прибудет к вашему местоположению и задержит вас, обыщет, а потом, как правило, допросит и просто вернет к самому внешнему периметру, предупредив, чтобы вы не возвращались. Если даже вы каким-то образом избежите обнаружения или захвата и достигнете внутреннего кольца безопасности или, по крайней мере, внутреннего кольца внешней зоны безопасности, вам останется еще одно кольцо, которое находится уже внутри самих зданий объекта. Здесь перемещение персонала строго ограничено, даже среди самих работников. Если у вас есть разрешение на работу в одной части объекта, то вас все равно не допустят какой-либо другой его части. В этом внутреннем кольце даже основной персонал должен быть осторожен, чтобы не попасть в зону, где ему быть запрещено. Что же касается вас, как полного аутсайдера, которого здесь вообще быть не должно, попадание в этот участок может быть смертельным. Именно здесь размещены знаки, предупреждающие о применении смертоносной силы. И хотя это может зависеть от действий начальника службы безопасности или даже отдельного патруля, который обнаружит вас, вы бы совсем не захотели испытать свою удачу. Помните, только действительно плохие парни были бы заинтересованы в том, чтобы подобраться так близко к секретному объекту. Поэтому любой ответственный сотрудник службы безопасности предполагает, что вы собираетесь нанести серьезный вред США. Мы не можем не подчеркнуть, насколько опасно было бы проникнуть в эту зону. Все это, конечно, внешние уровни безопасности. Внутри каждого объекта, как сообщает наш информатор, существуют еще более строгие меры безопасности, еще большие последствия за их нарушение. Он не стал вдаваться в подробности о внутренних мерах контроля, но рассказал нам, что часто охранники, ограничивающие доступ к объекту, сами могут не иметь достаточно высокого разрешения, чтобы находиться внутри него. Вот насколько серьезно классифицируются некоторые зоны. А для работы внутри самого объекта может быть назначена совершенно другая группа охранников с еще более высоким уровнем доступа. Хотя наш информатор не стал комментировать внутреннюю работу ограниченных объектов, но все-таки он рассказал нам вот такую занимательную историю. Меня направили в объект с двумя наружными дверьми, каждая из которых имела более строгий набор мер безопасности для проверки вашей личности, чем предыдущая. Первая дверь открывалась во внешний мир, а вот вторая дверь, где я находился, была внутри маленькой комнаты, соединенной с этой первой внешней дверью. Там был сканирующий механизм, который работал автоматически, и моя работа имела две цели – обеспечить, чтобы никто не пытался получить доступ к объекту, связанному со сканером, когда он проверял их личность и учетные данные. Если сканер когда-либо включал сигнализацию, я должен был немедленно остановить попытку индивидуального входа. Как только автоматический механизм давал доступ, мне не разрешали заглядывать в открытую дверь, и мне приходилось стоять спиной к тому, во что открывалась эта дверь. После разговора с нашим экспертом становится ясно, что штурмовать зону 51 было действительно плохой идеей. В то время как групповые сообщения утверждают, что они не могут остановить всех нас. Наш эксперт предупреждает, что у них действительно очень много средств и огневой мощи, чтобы остановить даже крупное вторжение. Кроме того, не вдаваясь в подробности, информатор сказал, что по всей вероятности, даже если вам удастся победить внешнюю безопасность, вы просто никогда не сможете получить доступ к самим объектам, поскольку в их меры безопасности входит возможность полностью заблокировать доступ к внешнему миру. И что в итоге? Все мы знаем, что вместо массового штурма все превратилось в некое фрикпатию, где несколько тысяч странных ребят отлично повеселилось возле входа в зону 51. Правда, некоторые из них все-таки были арестованы, но как бы мочиться на ворота военного объекта, согласитесь, это не самая лучшая идея. Но что если все это было сделано специально, чтобы отвлечь внимание от настоящей атаки на зону 51? И правительство США действительно скрывает от нас что-то инопланетное и чужеродное. А как думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях. Конечно, ставьте свой настоящий человеческий лайк и рассказывайте об этом видео друзьям. А с вами был Хаббл. До скорых встреч! И специально для вас у нас есть небольшое объявление. Как вы, наверное, заметили, мы занялись написанием музыкальных композиций, ведь творчество это то, что толкает к новым свершениям. Кстати, ссылочка на трек будет в описании, поэтому послушайте, ознакомьтесь. И, конечно, мы ни в коем случае не будем прекращать делать выпуски в старом формате, а только наоборот, улучшать их качество и выводить на новый, более крутой уровень. И чтобы мы понимали, что двигаемся в правильном направлении, от вас нужно совсем немного, капельку поддержки, а лучше, конечно, озеро или целый океан. Это было бы вообще классно. Начать, кстати, можно с вашего электронного лайка, ну и пожелания, комментария от чистого сердца, ведь это как нельзя лучше мотивирует и заставляет двигаться к новым, более высоким вершинам. Но помимо всего вышесказанного, нам еще в команду нужны и талантливые люди. И если вдруг вы круто рисуете, анимируете или шикарно монтируете, создаете офигенские тексты, быть может, вы даже сможете спеть не хуже, чем мировые звезды, то мы ждем именно вас. И маленькая просьба, присылайте сразу портфолио, так мы увидим ваш профессиональный уровень и разговор будет продолжаться по делу. Спасибо, что смотрите Хаббл и надеюсь, сегодняшняя информация была вам полезной. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok